Уважаемые студенты 4 курса, мы продолжаем изучение дисциплины «Новейшая история стран Запада». Мы изучаем большую тему, которая называется «Страны Европы и Америки между двумя мировыми войнами». И вот дошла очередь до России и впоследствии Советского Союза в этот период. Сегодня мы рассмотрим первую часть этого вопроса. Тема у нас сегодня лекции «Советская Россия в 1917-1922 годах». Какие вопросы мы сегодня должны рассмотреть? Россия в Первой мировой войне. Второй вопрос. Евральская и Октябрьская революция 1917 года. Приход к власти большевиков. И первыми мероприятия советской власти. Третий вопрос. Гражданская война и иностранная военная интервенция в России. Ну и хотелось бы успеть рассмотреть четвертый вопрос. Военный коммунизм и новая экономическая политика. О литературе можно говорить часами. Очень много езды на литературу по истории России. И в самой России, в Советском Союзе и на Западе, и русскими эмигрантами, и политическими деятелями. Я назову только несколько изданий. «Мунчаев, Устинов. История России. Москва. 2009 год. Издание». Несколько книг западных авторов. Это итальянец Джузеппе Баффа. «История Советского Союза в двух томах». Николай Верт. «История Советского Государства. 1991 годы». «Джеффри Хоскинг. История Советского Союза. 1791 годы». Вот эти все книжки есть в нашей университетской библиотеке. «Наше Отечество. Опыт политической истории. Замечательная книга в двух томах». Несколько биографических изданий. Это «Ферро. Николай II. Биография последнего российского императора. И есть официальная биография Владимировича Ленина. Также есть мемуары последнего главы временного правительства Александра Федоровича Керенского. Она называется «На историческом повороте». Книга так называется и несколько раз переиздавалась. Борис Савенков, известный СССР, террорист, выпустил книгу «Воспоминания террориста». Георгий Вернадский написал книгу «Русская история», замечательную, в 90-е годы. Она у нас создавалась не один раз. Французский исследователь Жорж Садуль написал записки о большевистской революции. И даже Герберт Уэллс, английский писатель, известный фантаст, романист, написал цикл статей под названием «Россия во мгле». Первое издание было в Москве в 1920 году. В конце я дам вопросы для закрепления. А сейчас несколько слов о России в годы Первой мировой войны. Потому что революции 1917 года случились, что называется, не на ровном месте, а как следствие того, что с Россией произошло раньше. Итак, в августе 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну. Для России эта война началась с такой волны германофобии. Люди били в витрины магазинов с немецкими названиями. Город Санкт-Петербург был переименован в более славянозвучный, так сказать, Петроград. А в стране ввели сухой закон. Резко пошло на облиц забастовочное движение, поскольку рабочие фабрики и заводы боялись, что в случае увольнения их отправят на фронт. Россия вступила в войну очень плохо подготовленной. Военные запасы были рассчитаны на трехмесячную кампанию. Надо сказать, что когда в войну на стороне Германии вступила Османская империя, и проливы Босфор и Дарданеллы были перекрыты, Россия оказалась не в состоянии вывозить свой хлеб, свой главный экспортный продукт. И Россия практически оказалась полностью отрезанной от мирового рынка. Та армия, которая была в строю в 2014 году, уже к лету 2015 года была наполовину выведена из строя. К тому времени Россия потеряла убитыми 150 тысяч, раненными 700 тысяч и 900 тысяч пленными. Надо сказать, что в первые же месяцы войны в армии было призвано порядка 10 миллионов человек. Их оторвали, естественно, от Сахи, от Станкатом и так далее. И нужды вот этой 10-миллионной армии требовали перестройки экономики на военный лад, и 80% заводов России были переведены на военное производство. В результате продовольственный кризис начался в России уже в 1916 году. Пришлось вводить продовольственные карточки. Производство зерновых упало на четверть к тому времени. За годы Первой мировой войны рубль в России обесценился в 4 раза. То есть стал стоить 27 копеек от довоенного уровня. Таким образом, сухой закон, продовольственные карточки и даже продразберстка это не большевистское изобретение. Это все было сделано еще в царской России в годы Первой мировой войны. Один день участия России в войне обходился России в 50 миллионов рублей золотом. И к вот этим экономическим, социальным проблемам вскоре добавился общенациональный политический кризис. В стране возникла классическая революционная ситуация, когда низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут управлять по-старому. И все это на фоне всеобъемлющего кризиса вызвано участием в войне еще не совсем удачными военными действиями. И в результате, результатом этого стало падение самодержавия и две революции. Февральская буржуазная и Октябрьская социалистическая и распад Российской империи. Надо сказать, что времени у нас очень мало и мы будем снова рассматривать хронологию событий. Итак, что происходит в России в семнадцатом году. В последних числах февраля 27-28 происходит победа февральской буржуазной демократической революции. 27 февраля был образован Петроградский совет рабочих депутатов. 2 марта было создано временное правительство во главе с князем Львовым. И в этот же день, поздно вечером 2 марта, Николай II отрекся от престола. Соответственно, все Романовы тоже вскоре, его родственники, отреклись от возможности занять российский престол. И вот в России возникло двоевластие. С одной стороны Петроградский совет, с другой стороны временное правительство. В страну вернулся Ленин после многолетнего пребывания за рубежом. И 4 апреля выступил с апрельскими тезисами, где заявил о никакой поддержке временному правительству и курс на социалистическую революцию. Дело в том, что партия большевиков, когда принимала свой устав и программу партии на втором съезде РСДРП в 1903 году, там программа партии делилась на программу минимум и программу максимум. Программа минимум включала в себя освежение самодержавия и продолжение республики. А программа максимум – это установление диктатуры пролетариата и построение социалистического общества. Так вот видите, уже первый пункт был практически выполнен. Самодержавие было свергнуто, но, правда, нужно было власть уже перехватить у временного правительства, которое само находилось в кризисе. И в результате так называемого июльского кризиса, когда была первая попытка большевиков притекла к власти неудачная, двое власти окончилось, и 8 июля временное правительство возглавил СССР Александр Федорович Киренский. Лидеры большевиков многие были арестованы. И в этих условиях в конце июля, начале августа прошел шестой съезд РСДРП, который провозгласил курс на революцию, на правительственный переворот. В конце августа произошел Корниловский мятеж, когда была попытка военных, так сказать, установить военную диктатуру во главе Славра Корниловым в стране. Она была неудачной. И 1 сентября Россия была проглашена республикой. 1 сентября 1917 года. 25 октября открылся Второй Всероссийский съезд Советов. И в ходе его работы, 26 октября, большевики решили штурмовать Зимний дворец, арестовали временное правительство и избрали Совет народных комиссаров. Первое советское правительство СНК, Совет народных комиссаров во главе с Лениным. И тут же были приняты первые декреты советской власти. Декрет о мире и декрет о земле. После этого был подавлен так называемый мятеж Керенского-Краснова. То есть Керенский, бежав из Петрограда, пытался поднять войска генерала Краснова против большевиков. А 2 ноября Совнарком принял декларацию прав народов России. Пользуясь случаем, из состава уже распавшейся Российской империи вышли Польша и Финляндия. Мы переходим к событиям 2018 года. 5 и 6 января происходят очень важные события. Дело в том, что Временное правительство готовило условия для передачи власти его по постоянному правительству. Для этого были проведены выборы. Учредительное собрание. Большинство на этих выборах получили эсеры. И вот 5 января в Петрограде открылось учредительное собрание, где возобладала эсеровская повестка дня и председателем собрания стал лидер эсеров Виктор Михайлович Чернов. И, соответственно, большевики решили учредительное собрание отпустить. На следующий день, 6 января, так сказать, учредительное собрание было закрыто. Делегаты разогнаны. Фактически это уже начало такого гражданского противостояния. Многие депутаты этого разогнутого учредительного собрания бежали на юг и приняли участие в создании Белой армии добровольческой и начали войну, вооруженную против большевиков. 15 января 2018 года декретом Саванарковым была организована РКК Рабоче-Крестьянская Красная Армия. В конце января флот был организован. А еще в декабре 2017 года была образована ВЧК, Всероссийская человеческая комиссия для боговеса Феликсом Дзержинским, для борьбы с саботажем, контрреволюцией и внутренними врагами. Такой карающий меч революции был создан. И чекисты начали свою работу по очищению общества от не большевистских мыслящих элементов, скажем так. Большевики пошли на подписание Брестского договора с Германией 3 марта. Этот договор был ратифицирован 4-м чрезвычайным съездом Советов 14 марта. И 11-12 марта Совнарком переехал в Москву, которая стала столицей советского государства. Фактически весной же 2018 года началась полномасштабная гражданская война и иностранная военная интервенция. Здесь масса интересных событий. Я думаю, что на семинарию это можно будет разобрать поподробнее, поинтересней. 6-7 июля 2018 года произошел мятеж левых эсеров в Москве. С 6 по 21 июля происходил так называемый Ярославский мятеж, когда эсер во главе с Борисом Савенковым захватили города Муром, Ярославль, Рыбинск. Так сказать, все это закончилось подавлением. А 30 августа 2018 года состоялось покушение на Ленина. Также были убитые лидеры большевиков. Урицкий, еще некоторые. И с начала сентября большевики прогласили красный террор. То есть в ответ на белый террор, ответим запощадным красным террором. И пик гражданской войны пришелся на 19-й год. В это время Советская Республика оказалась в так называемом кольце фронтов. Из Прибалтики на севере на Петроград наступал Юденич. Из Сибири с востока на запад в центр страны наступал адмирал Колчак, который прогласил себя главой, так сказать, всех сил антисоветских. А с юга на Москву наступал Деникин во главе белой армии. Потом передал командование этой армии Врангелю. И, оказавшись в таком кольце фронтов, Советская Республика не только не погибла, она выдержала, одержала победу, невзирая на начавшуюся и продолжавшуюся иностранную интервенцию. Дело в том, что в нескольких точках, на севере в Архангельске, на Дальнем Востоке в Владивостоке, на юге в Баку, на Черном море в Одессе высадились, соответственно, английские, американские, японские, французские войска. Началась полномасштабная антисоветская интервенция, которая сопровождала Городинскую войну. И, естественно, эти советские элементы зарубежные помогали, естественно, белым армиям. Снабжали их оружием, продовольствием и так далее. И вели прямые боевые действия против Красной Армии. Тем не менее, удалось одержать победу в этой войне. Этому был целый ряд причин. Сейчас нет времени останавливаться. Опять же, поговорим об этом на семинаре. Но так или иначе, в общем-то, и Колчак, и Деникин, и Юденич были разгромлены Красной Армией последовательно. В армиях интервентов зарубежных начались волнения, мятежи. И пришлось тоже, так сказать, их отзывать, так сказать, удалять из Советской России. И в 1920 году потихоньку заканчивается Гражданская война. При этом на Дальнем Востоке была проглашена ДВР, Дальневосточная Республика. 25 апреля 2020 года началась Советско-Польская война, которая завершилась миром 18 марта 2021 года. И последней точкой Гражданской войны стала ликвидация войск Варангеля в Крыму в ноябре 2020 года. И в 1921 году на 10 съезде РКПБ с 8 по 16 марта было принято решение о переходе от военного коммунизма к НЭПу. 18 марта был подавлен Кронштадтский мятеж, что очень интересное событие. И весной 1921 года начались крестьянские восстания по всей стране. Особенно в Тамбовской губернии было мощное восстание в ГЛССР Антоновым. И таким образом переход от военного коммунизма к НЭПу. Это тоже отдельный разговор. Мы об этом поговорим в глоссарии, на семинаре поподробнее об этом поговорим. И закончилась такая советская российская история в 1922 году образованием Советского Союза. Я думаю, что стоит уже задать вопросы для закрепления. Первый. Когда Россия была приглашена республикой? Второй. Чем являются события октября 1917 года? Переворотом или революцией? Третий. Как называлось первое советское правительство? Четвертый. Каковы причины и последствия разгона большевиками учительного собрания? И что вам известно о Грандской войне в России? Почему большевикам удалось одержать в ней победу?